Здравствуйте, меня зовут Михаил Делягин. Дипломаты традиционно очень оптимистичные люди, они все время на что-то надеются. Поэтому, когда столь профессиональный человек, как Виталий Чуркин, говорит, что заключение достижения прочного мира в Сирии является крайне сложной задачей, то это звучит как практически похоронный звон. Это заявление было сделано после беспрецедентных событий. Представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции, стран, которые инициировали чрезвычайное заседание Совбеза ООН по Сирии, во время выступления представителей Сирии демонстративно покинули помещение и еще и бодренько отрапортовали об этом в социальных сетях. А представительница Соединенных Штатов Америки назвала действия Российской Федерации, которая изо всех сил пытается сдержать террористов, поощряемых Соединенными Штатами Америки, варварством. Для того, чтобы понять происходящее, мы должны посмотреть с более общей точки зрения. Мы должны вспомнить, в чем причина и истоки не только сирийского конфликта, но и общей дестабилизации мира после уничтожения Советского Союза. В настоящее время ключевым участником современной мировой политики одновременно и главным игроком, и главным арбитром, главным регулятором являются Соединенные Штаты Америки. Это страна, которая добилась действительно выдающихся результатов. Сегодня это почти четверть мировой экономики и порядка 80% высоких технологий, в том числе технологий формирования общества, технологий управления общественным сознанием, технологий управлением большими массами людей. Соединенные Штаты Америки испытывают колоссальную экономическую проблему. Дело в том, что в силу объективных обстоятельств страна живет в долгу. Нужно, чтобы постоянно кто-то одалживал деньги, причем под достаточно низкие проценты, то есть, по сути дела, нужно сделать так, чтобы мир платил за существование Соединенных Штатов Америки. Это довольно непросто сделать, потому что мир управляется достаточно спокойными и много всего повидавшими людьми. И стратегическим решением этой проблемы является создание и расширение зоны хаоса. Зона хаоса пугает всех, пугает всех все больше и заставляет даже самых хладнокровных спекулянтов, даже самых спокойных владельцев глобальных капиталов бежать в Соединенные Штаты Америки как в единственную тихую гавань. Реальная стратегия Соединенных Штатов Америки, начиная с 1992 года, с разжигания на ровном месте Югославской катастрофы. Это создание зоны хаоса и расширение ее по всему миру. Не потому, что кто-то злонамеренный, не потому, что кто-то маньяк или кто-то плохой. Все гораздо проще. Нужно сделать так, чтобы мир платил за существование Америки. Чтобы мир давал американскому государству деньги под ничтожно низкие проценты. Единственный способ это сделать так, чтобы мир страшно боялся. И когда-то Соединенные Штаты Америки виделись людям градом на холме, сияющим царством всеобщей справедливости, надежд американской мечты. А сегодня это просто ковчег в растущем океане хаоса. И чтобы этот ковчег можно было поддерживать, океан хаоса должен быть все большим, и волны в нем должны быть все выше и все страшнее. Нынешний президент Соединенных Штатов Обама дополнил эту концепцию двумя очень серьезными, очень важными инновациями. Первое. Он первый, наверное, понял, что исламский терроризм, исламский фундаментализм, который американцы привыкли считать своим противником, на самом деле является стратегическим союзником, потому что он является идеальным хаотизатором мира. Именно он способен создать идеальный шторм, который заставит мир платить за Америку. Контакты были и до этого. Скажем, вице-президент США Чейни попался американским же тележурналистам в 2006 году, в апреле месяце, в ходе тайных переговоров с представителями Аль-Каиды. Это было показано даже по американскому телевидению, но только один раз. Свобода слова по-американски – это вещь, которая позволяет больше не повторять таких ошибок, и никто и никогда не задал никаких достаточно внятных, достаточно громких вопросов. Это демократия. Лишних вопросов не задают. Кто задает лишние вопросы, с теми случаются неприятности, и все это знают прекрасно. Однако Обама, в отличие от закулисных переговоров, начал свое президентство с открытой, публичной, яркой демонстрации. Он приехал в Каир в самом начале своего президентства и выступил там не просто с лекцией о новом месте ислама в современном мире, он читал эту лекцию в аудитории, первые ряды которой были заняты специально приглашенными, лидерами запрещенной в то время в Египте организацией «Братья-мусульмане». Господин Обама очень внятно показал, кто является стратегическим союзником Соединенных Штатов Америки. И второй новый элемент, который он внес в общую американскую стратегию, это уничтожение не врагов, а союзников. К моменту его прихода к власти, к концу 2008 года, противники Соединенных Штатов Америки, в общем, либо были уничтожены, как Ирак, либо доказали свою способность защищаться, как Северная Корея и Иран. И, казалось бы, не на кого было расширять зону хаоса, но запалив так называемую «Арабскую весну», американское руководство показало, что теперь оно будет ликвидировать союзников. Да, союзники несовершенны, союзники неэффективны, у них много недостатков и даже прямо пороков, но теперь они идут в костер, потому что нужно разжигать мировой пожар. «Арабская весна» захлестнула всю Северную Африку и ударила по Сирии. Надо сказать, что сирийский режим числился достаточно устойчивым. Его не пытались уничтожить с налету, с наскоку, как Саддама Хусейна. Он достаточно жестко контролировал свою территорию, при этом Сирия была светской страной, там были очень существенные для арабского мира элементы демократии. И хотя Сирия считалась Соединенными Штатами Америки своим противником, но прямых нападок до поры не было. Ключевым моментом, который предопределил нынешнюю ужасную судьбу Сирии, стало достижение соглашения с Ираном о строительстве газопровода, который из Ирана должен был через Сирию прийти к Средиземному морю, и дальше этот газ морем транспортировался бы в Европу. Это было неприемлемо в тот момент для Соединенных Штатов Америки, потому что позволяло Ирану начать зарабатывать деньги, причем зарабатывать деньги способом, который нельзя было пресечь военным путем. Традиционный экспорт нефти через Персидский залив легко блокируется теми или иными военными мерами, а вот через акваторию Средиземного моря блокировать его уже почти невозможно. Но самое главное, что в Соединенных Штатах Америки тогда уже начиналась сланцевая революция, и было понятно, что будущий рынок сланцевого газа, было очень много надежд с этим связанных, это Европа. И тогда американцам действительно оказалось, что сланцевый газ может быть настолько дешев, что он может вытеснить российский газ из Европы. Сейчас понятно, что это галлюцинация, что это некоторый бред, что он дороже на 30, а то и 40 процентов, что строительство инфраструктуры для его принятия потребует дополнительных расходов минимум в триллион евро, но тогда еще было время надежд. И проект транспортировки иранского газа через Сирию нужно было уничтожить любой ценой. В результате арабская весна пришла в Сирию. Когда мы говорим о гражданской войне в Сирии, это не совсем точно. Дело в том, что это была интервенция огромного количества международных банд, банд исламских террористов с территории Ирака, который достаточно жестко контролировал все американцы. Пресловутое исламское государство, запрещенное в Российской Федерации, как сейчас уже никем не скрывается, создавалось при прямой поддержке Соединенных Штатов Америки. Его первые командиры прошли через американские тайные тюрьмы и были освобождены оттуда без каких бы то ни было внятных причин. Весьма вероятно, просто из-за готовности сотрудничать. Исламское государство является нынешним элементом эволюции исламского фундаментализма. Сначала создавался Талибан с очень жесткой этнической привязкой, потом создавалась Аль-Каида, это сетевая структура, и имела не только плюсы, но и минусы этой структуры, то есть отсутствие внятной централизованной силы. Исламское государство было действительно и остается действительно попыткой создать полноценную государственность в сочетании с глобальной сетью, которая действует не по команде, не по приказу, не по принуждению, а которая действует просто ориентируясь на силу примера, находясь в идеологическом поле. Исламское государство сформировалось на территории нынешнего Ирака при активной поддержке американских специалистов. И по сути дела, то, что мы называем гражданской войной в Сирии, является интервенцией, организованной Соединенными Штатами и некоторыми их сателлитами по НАТО. Сирия не могла сопротивляться такой интервенции. Огромная часть Сирии была захвачена, да, в основном это пустынная часть, но там находились, с одной стороны, месторождения нефти, с другой стороны, там находились оазисы, где выращивалось зерно, и были захвачены ключевые территории, необходимые для существования сирийского государства как такового. Алеппо – один из крупнейших и старейших городов Сирии. Боевые действия там начались в 2012 году. Противоборствующие стороны рассматривают его как стратегический пункт, который позволяет контролировать огромную прикраничную территорию на севере Арабской республики. С августа 2012 года запад города, удерживая сирийская армия, на востоке орудуют различные исламистские и повстанческие группировки. В начале 2016-го правительственная армия при поддержке ВКС России и Ирана перешла в наступление и перекрыла трассы, по которым боевики поставляли оружие и продовольствие. С 12 сентября вступил в действие режим прекращения огня, но спустя неделю сирийская армия заявила о прекращении перемирия, возложив ответственный за срыв соглашения на отряды вооруженной оппозиции и террористов, которые не прекращали обстрелы. За время перемирия радикалы успели перебросить в пригород Алеппо значительное подкрепление, после чего боевики Джибхата Нусры начали масштабное наступление на позиции правительственных войск. Предварительно они зачистили район с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Под обстрел попал конвой гуманитарной помощи ООН и сирийского общества Красного полумесяца. Погибли как минимум 12 человек. США заявили, что намерены в связи с этим пересмотреть принципы сотрудничества с Россией, частично возлагая вину за инцидент на Москву. В результате атаки террористы взяли под контроль части дороги Костелло. Сирийская армия при поддержке российской авиации удалось отбить атаку в районе Академии имени Асада. Бои продолжаются в жилых кварталах. Джихадисты намерены прорвать кольцо окружения и соединиться с бандформированиями, которые находятся на востоке Алеппо. В результате судьба Сирии казалась предрешенной. Она должна была превратиться в кровавый хаос наподобие Ирака или Ливии. Ситуацию усугубили действительно очень серьезные ошибки, допущенные сирийским руководством, и в части слишком большой жесткости в подавлении протестов, и в части недостаточно полного учета пестроты этноконфессионального состава сирийского общества. Достаточно вспомнить, что курды, народ, который наиболее последовательно организован, я бы сказал, отчаянно защищаются от агрессии исламского фундаментализма, исламского терроризма, они до сих пор не являются гражданами Сирии, и они не могли голосовать на прошедших там выборах. Это реальные недостатки, ошибки и даже пороки. Однако это не оправдывает гуманитарные катастрофы, организованные Западом в Сирии. Из 21 миллиона человек, 7 миллионов человек стали беженцами внутри Сирии. Около 4 миллионов человек бежало из страны. В результате более половины населения Сирии стало беженцами, по официальной международной статистике. Сирия должна была превратиться в кровавый ад, в упавшее государство, но здесь вмешалась Россия. Антитеррористическая операция ВКС России в Сирии началась 30 сентября прошлого года, после обращения президента республики Башара Асада об оказании военной помощи. Авиагруппа находится на аэродроме Хмимим и состоит из бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием истребителей вертолетов. За год российские летчики нанесли авиаудары по большому числу объектов террористов, включая командные пункты, тренировочные лагеря и склады с оружием. В марте этого года Владимир Путин отдал приказ о выводе основной части российских войск из Сирии, заявив, что задача, поставленная перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнена. Накануне постпредс США при ООН Саманта Пауэр назвала действия России по борьбе с террористическими группировками в Сирии варварством, якобы Москва наносит удары по гражданским объектам в республике. Подобные обвинения были и раньше, но они не находили подтверждений. Россия неоднократно заявляла, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяет поступающую разведывательную информацию. В Москве рассчитывали, что операция российских воздушно-космических сил продлится несколько месяцев. Об этом перед годовщиной спецоперации заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов. Но пока сроков окончания этой работы нет. Причиной тому Богданов назвал непонимание рядом партнеров необходимости консолидированной борьбы с террористами. Наша страна вмешалась не только потому, что мы хотим порядка и мы придерживаемся принципа, что самый плохой порядок лучше самого хорошего хаоса. Мы вмешались не только потому, что Сирия была нашим партнером и остается нашим партнером, но и по сугубо прагматической причине. Дело в том, что исламские террористы, победив Сирию, захватив ее ресурсы и напитавшись новыми силами, практически неизбежно пошли бы потом на нас. Это было понятно, исходя из логики американских заявлений, исходя из некоторых западных проектировок. Можно было гадать, попытались бы они устроить новую войну на Северном Кавказе или взорвали бы Среднюю Азию. Но понятно, что это ударило бы уже по нам, достаточно серьезно. Таким образом, военная операция в Сирии была защитой России на дальних рубежах. Мы единственный участник сирийского конфликта, кто участвует в нем по приглашению сирийского правительства. Россия единственный участник военных действий, кто действует там легально и законно. Остальные участники, будь то Турция, будь то Соединенные Штаты Америки, формально, с точки зрения международного права, являются оккупантами. Их никто не звал на территорию Сирии, их не приглашали. И более того, они считают своими врагами, в первую очередь, насколько следует из их заявления и действий, именно сирийское правительство, а не исламских террористов. Российская Федерация, несмотря на потери, несмотря на ужасную историю с нашим самолетом, который был сбит турецкими истребителями, и строго говоря, это была провокация, с которой могла вырасти Третья мировая война, несмотря на это, наши обеспечили стабилизацию ситуации, приморозку конфликта, и после того, как эта задача была выполнена, в середине марта основная часть наших войск была выведена из Сирии. Террористы получили по зубам, и казалось, что дальше придет время мирных переговоров, когда Запад разберется в сортах террористов, которые он поддерживает, потому что для Соединенных Штатов Америки поддерживают откровенных людоедов, типа запрещенного исламского государства и подобных структур, и вместе с тем поддерживают так называемую оппозицию, то есть террористов, которых они не позволили признать таковыми в рамках международного права через механизмы Организации Объединенных Наций. Была надежда на переговоры. Переговоры шли очень долго, очень мучительно. Они шли с февраля месяца по начало сентября. В начале сентября, в ходе совершенно потрясающего 14-часового марафона, когда Лавров с Керри обхаживали друг друга так, что уже даже журналисты стеснялись это описывать, в конце концов было заключено соглашение, о котором известно внятно только одно. В нем есть пять документов. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки немедленно запретили раскрывать содержание нашей договоренности. 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали пакет из пяти документов об урегулировании в Сирии. Переговоры в Женеве продолжались около 14 часов. Соглашение вредшествовало непродолжительная встреча президентов Владимира Путина и Барака Обамы на саммите Большой двадцатки в Китае, где сирийской теме было уделено особое внимание. Первым шагом на пути к нормализации ситуации должно было стать введение режима прекращения боевых действий. После семидневного перемирия в Арабской Республике должны были создать специальный центр по размежеванию террористов и умеренной оппозиции. Стороны также утвердили схему поставок гуманитарной помощи. Самым сложным оказался отвод силы от дороги Костелло на севере Алеппо для доставки грузов с продуктами и лекарствами мирному населению. Это единственная дорога между оппозиционными силами и осажденным городом. Дамаск опасался, что боевики, которые отказались соблюдать режим прекращения огня, воспользуются ситуацией, чтобы переправлять по этой дороге оружие и подкрепление. На практике перемирие соблюдала лишь сирийская армия. Боевики использовали это время для укрепления своих позиций. По данным Минобороны России, за неделю перемирия режим прекращения огня был нарушен более 300 раз. 17 сентября американские самолеты якобы по ошибке обстреляли сирийскую армию, убив не менее 60 человек. Около 100 были ранены. В Пентагоне выразили сожаление по этому поводу и пояснили, что целью ударов должны были стать террористы. 19 сентября в Сирии был уничтожен конвой с гуманитарной помощью, отправленный в Алеппо. Жертвами стали более 20 человек. Красный Крест после этого нападения отложил поставки гуманитарных грузов в Арабскую Республику. Белый дом возложил ответственность за атаку на Москву. В российском Минобороне сообщения опровергли и опубликовали сделанные беспилотниками видеозаписи, на которых запечатлено передвижение гуманитарного конвоя. На кадрах видно, что гуманитарный конвой сопровождал пикап террористов с минометом. Поскольку это мешало американской стратегии расширения хаоса, последовали действия. Действия были простые и по-американски незатейливые, но действенные. Сначала был нанесен удар по сирийской армии. Погибло более 60 человек. Якобы удар был нанесен по ошибке. Американцы даже извинились, что им не свойственно. Но этот удар был нанесен очень точно, очень выверенно и очень вовремя. Но этого оказалось мало. И сирийские террористы, которые считаются оппозиционерами, объявили о прекращении режима перемирия и о выходе из режима прекращения огня в одностороннем порядке. И напали на сирийскую армию, действуя вместе с официально признанными террористами. После этого сирийская армия тоже уже была вынуждена заявить о режиме прекращения огня, потому что боевые действия шли уже полным ходом. Ну и Российская Федерация оказала поддержку, нанеся авиационные удары, после которых наступление террористов захлебнулось. Это вызвало негодование Соединенных Штатов Америки и их сателлитов по НАТО. Действительно, террористов сдержали в очередной раз. В очередной раз Россия остановила людоедов. Это вызвало буквально вакханалию в глобальных средствах массовой информации и в Совете Безопасности ООН. Нас обвинили во всех смертных грехах и будут продолжать обвинять дальше. К сожалению, до американских выборов безумие американской внешней политики будет только нарастать. Просто потому, что госпожа Клинтон относится к России значительно хуже, чем относится Трамп. И, соответственно, демонизация России, обвинение нас во всех смертных грехах объективно способствует улучшению положения госпожи Клинтона. Надо сказать, что Соединенные Штаты отнюдь не однородны. В них борются две силы, и это не только Трамп и Клинтон. В рамках истеблишмента, в рамках внешней политики. Есть представители старого курса, который олицетворяется Клинтон. Курс заключается в том, что Соединенные Штаты Америки должны доминировать в мире, должны быть хозяевами в мире, и им в мире нужны рабы, полностью от них зависимые, которые без них не смогут существовать. Представители другой точки зрения, сильно окрепшие в последние восемь лет, исходят из того, что в Соединенных Штатах Америки нет ресурсов для того, чтобы быть хозяином мира. И им нужно для обеспечения удобного им порядка или удобного им хаоса делегировать ответственность, передавая определенные полномочия по контролю в тех или иных регионах значимым региональным державам. Это позиция Керри. Поэтому Керри на общем фоне американской политики выглядит миротворцем. Керри понимает, что ставить на рабов слишком затратно, что нужно находить региональных партнеров, с которыми выстраивать отношения и потом ими манипулировать. Поэтому вместо Саудовской Аравии Керри предпочитает нормализовывать отношения с Ираном, пусть и непоследовательно, пусть и с особым цинизмом. И Керри не хочет слишком острого конфликта с нами. Потому что, я думаю, он понимает, что уничтожить нас, как Украину, как Сирию, как Ливию, как Арак, как Афганистан, вряд ли получится. Поэтому Керри наш партнер. Он не друг, он враг, но он партнер. Потому что с ним можно организовывать взаимодействие. Правда, в Сирии в конечном итоге не получилось и очень быстро. 10-го числа было объявлено о соглашениях. 12-го числа начался режим прекращения огня, который поддерживаемые Западом террористы практически не соблюдали. 19-го сентября было согласовано создание централизованного штаба, который занялся бы разведением сторон, который организовывал бы процесс отхода войск и террористов, и сирийского государства от занимаемых ими сейчас позиций с теми, чтобы возникли безопасные зоны. В настоящее время ситуация ужасна. В настоящее время Сирия провалилась снова в пучину войны с терроризмом. Сирийское государство не имеет ресурсов для того, чтобы победить террористов. Даже с учетом поддержки Ирана, с учетом поддержки Хизбаллы и с учетом поддержки некоторых других рационально мыслящих государств. Это ситуация большого кровавого хаоса, и она будет оставаться таковой, по крайней мере, до того времени, пока в Соединенных Штатах не придет к власти следующий президент. Если это будет Клинтон, то ситуация только усугубится. Если это будет Трамп, в Америке появятся люди, с которыми можно разговаривать о прекращении американской террористической агрессии в Сирии. Хотя бы там. На этом все. Оставайтесь в теме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok